Цель сеанса – очистить душу от всех негативных энергий привезок, чипов и плантов, отказываясь от коллаборации с антимиром. Выхожу из всех эгрегоров, возвращаю все частицы своей души, потерянные во всех воплощениях. Вы слышите хорошо? Да, отлично. Во всех ситуациях, где я взаимодействовала с антимиром, убрать все причины болезни на эфирном плане, направить энергию на развитие, здоровье, благополучие, гармонию и любовь к жизни, почистить все, что мне принадлежит от негативной энергии и наполнить энергией любви и гармонии. Аспекти дальше. Когда мне был один год, моя мама забрала нас с братом из Узбекистана, развелась с мужем и вернулась в Украину. Я видела своего отца один раз в пятилетнем возрасте. Он приехал, помирился с моей мамой и пообещал, что переедет жить в Украину, но так и не приехал. Моя мама через некоторое время сделала запрос и пришел ответ, что его убили. Я очень завидовала другим детям, у которых были любящие родители. Моя мама не заботилась обо мне. Вообще, я росла сама по себе. Мой брат Владимир тоже плохо ко мне относился, не защищал и убежал. Очень тяжелое детство это, когда никто тебя не любит. Я прощаю моего отца, мою мать и моего брата. Обличаю все программы, работавшие на них. Высказываю своей матери, что она была не очень хорошей матерью. Оправдывала себя лишь тем, что вырастила нас, а не отдала в детский дом. Высказываю своему отцу обиду за то, что загулял и бросил семью. И я росла без отца. Высказываю брату свою обиду за то, что он относился к моим подругам лучше, чем ко мне. И я очень сильно на него обижала всю жизнь. Последние 30 лет я с ним общаюсь и простила его. Отказываюсь быть жертвой. Меняю все ситуации в этом и в предыдущих воплощениях в соответствии с моей теперешней осознанностью. Обличаю все программы, работавшие во мне. Жертвы, предательства, программы подчинения. Отправляю все на полную анигиляцию. Призываю силы кормы на истинных виновников. Возвращаю все частичные души из ситуации, где меня обижали. Возвращаю свой творческий потенциал, потерянный мной при взаимодействии с антимиром. Убираю все родовые программы, переданные мне по родовым линиям. Отказываюсь передавать эти программы моей дочери Валерии, сыну Константину и всем моим внукам. Мою сномную квартиру сейчас выставляют на продажу. Она мне очень нравится. Я чувствую себя в ней как дома. Моя дочь живет очень близко. Хозяйка Валентина обещает, что даже после продажи я смогу здесь жить. Хочу знать, почему такая ситуация произошла. Где зацепка? Почему я допустила такую ситуацию в свою жизнь? Есть ли какая-то причина этой проблемы на эфирном плане? Нужно ли мне покупать эту квартиру? Или я смогу платить аренду и жить здесь дальше? Очень переживаю по этому поводу. Здоровье. Чувствую себя очень плохо. День хожу, два лежу. Давление очень скачет. Особенно на перемену погоды. Сердце болит часто. Особенно последний месяц. И усилилось последнюю неделю. Сильный отток жизненной энергии. Посмотреть причины боли в сердце. Убрать все крючки, импланты и зацепки. Привожу все свои тела в соответствии с моим эталонным ДНК. Хочу жить не болея и продолжать радоваться жизни. Если есть контракт, то хочу его расторгнуть. Отказываюсь полностью от своего причастия к регулиозному агрегору. Отменяю все свои походы в церковь. Отменяю все ритуалы, в которых я участвовала. Верю только первотворцу жизни. Обличаю все зло, заключенное в церковных обрядах. Прошу прощения у себя, у своего высшего я и у первотворца жизни за эти действия. Отказываюсь от вызывания духов, в которых я участвовала в школьном возрасте у меня дома. Прошу прощения у своей души и меняю все события, которые идут по цепочке за этим вызыванием духов. Я за жизнь и осознаю то, что вызывание духов – самое плохое, что можно совершить для своей души. Меняю эту ситуацию. Посмотреть, что произошло, когда мне было 50 лет. Ко мне приехали брат с женой и детьми. Она уговорила всех нас покреститься. Я с мужем Николаем крестила троих детей брата. Отказываюсь от участия в этом, отменяю это событие. Жена брата Валентина шептала другим людям, но на нее мужа это не действовало. Она не могла его лечить. Расспросив мою маму, она выяснила, что мы не крещеные, и поэтому ее лечение, ну, в кавычках, не действовало. Меня перекрестили в 50 лет. Моей крестной была Валерия, а Владимира крестным был его сын Роман. Обличаю Валентину, отказываясь от крещения меня и других. Отказываюсь от всех ригелиозных привязок. Прошу прощения у себя и у всех, кому я навредила этим ритуалом. Призываю силы корме на истинных виновников в антимир. Отменяю все мои походы к бабкам, гадалкам, все магические ритуалы, проведенные мной. Прошу прощения у дочери, что отправляла ее на перекрестки высыпать мелочь, когда были тяжелые времена. Отказываюсь от своего участия в магии религии и выхожу из всех агрегоров, которым я была подключена. Хочу выполнить свою миссию, контракты расторгнуть, убрать все чужеродное из моего эхвирного и физического тела. Так, такой вопрос. Как это вы духов вызывали? Кого вызывали? Зачем? Школьниками. Такая была игра у нас. Что вы делали? Я не знаю, потому что я никогда такого не делала. Я у вас спрашиваю. А у нас такое было. У нас же тогда интернета не было. А в деревне? Я отказываюсь от этого всего. Ну и что-то было, нет? Что-то спрашивали. Вот зачем? Какие-то спрашивали, вот вызывали там духа Наполеона, спрашивали там, что там. Я уже забыла, это когда было. Отвечал? А? Наполеон, отвечал? Отвечал? Ну, оно там как-то там, я сейчас и не знаю, как-то там оно двигалось, эта тарелка, и как-то оно читали мы по буквам там. Я сейчас бы и не сообразила, как у нас тогда получалось. Понятно. А маму как зовут? Анна. А папу? Ибод. Он же узбек, его Ибод звали. А он жил с вами, нет? Нет, нет. Он приехал, мне пять лет был, и он сказал маме, они помирились, и он сказал, я поеду с работы, уволюсь, и приеду, и буду жить на Украине. И как уехал домой, и все. А потом мама дала запрос туда, и ей ответили, что его убили. Но она так и не расспрашивала дальше, что там случилось. А о каком отце вы говорили, когда говорили, что отец сравнивал с другими, любил больше подружек? Что вы имели в виду? Это брат мой, родной мой брат. А, это брат. А брата как зовут? Владимир. Владимир. А какой результат хотите от сеанса? С братом мы помирились. Ну, просто я хочу вот эти, что я крестилась, отказываясь от этого всего. Не хочу этого. Чтобы душа чистая была. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Вижу какие-то энергии, программу, которая вот так вот дергает, и слова идут такие, чёрт-чёрт, поиграл и выбрось. Тянутся от сектора магии к сектору принятия решений, такой чёрной полосой. Хорошо, Виктория, отсоединиться к этой ситуации. Значит, ренедия в эфирном пространстве эфирное тело Раисы. Один, два, три. Да, я её вижу, она идёт, я её вижу, вот как она выглядит на физике. Вижу, что у неё, где правый глаз, идёт как бинокль из глаза, вот, в сектор интерферентов. А вот здесь открытый портал. Вот это почему-то идёт такие слова, чёрт-чёрт, поиграл и выбрось. Такой шлейф энергетический идёт, портал открытый, в сектор магии. Вижу, что её стопа правая выглядит какая-то очень вытянутая, большая. И чёрная. Прямо вот так и палец большой, вот так прям согнулся, вот так вот, где сустав. И вот в портал, в сектор интерферента. Виктория, считаю, её эфирное ДНК, а Раиса ли это? Это Раиса. Я вижу, что у неё имплант на правом глазу, как будто у пирата такая чёрная повязка. Рассчитывается, чтобы не видеть. Хорошо, Виктория, спроси у Раисы, разрешение потрудиться с ней для неё? Она говорит, я разрешаю, показывает руки, вот так руки, она держит руки, а у неё вот от локтей руки закрутились в такую верёвку, ну вот, как косичка, знаешь, рука за руку, так, прямо верёвка такая, как будто. И разделилась. Вот так вот, закрутилась, закрутилась, а потом две руки как бы разделились, и так одна рука как будто ушла в сектор. Ну, сейчас я посмотрю, оно даже непонятно, где какая. Одна вот так, как будто бы в портал в сектор интерферента, а другая в портал в сектор магии. Так, понятно. И оно считывается вожжи. Ну, как управление, да, как лошадь. Лошади управляют вожжами, так точно вот эти руки, они вот так служат вожжами для интерферента. Так, хорошо, это же тогда, ну, с сектора магии начнём, приказывая тому, кто находится в секторе магии, проявить согласно физической ДНК. Вижу, какая-то женщина, она вот так берёт, как будто бы гладит себя как-то по голове, выступая вперёд и говорит, я шептунья. Так, приказывай ей отвечать, кто она такая, как её зовут? Она говорит, её брат, мой муж. И говорит, что она ударила, а Валентина звучит. Говорит, что она ударила по голове и вижу, что её энергия, Валентина этой чёрной, то есть, ну, не её, а её этих демонов, находится у Раисы сверху над головой, где седьмая чакра в виде такого плоского, огромного, как бублика. И она кружится вот так, эта энергия, вот так кружится чёрная, как будто бы это, знаешь, такой вихрь. Ураганчик. Ураган такой, да. И он так кружится, угрожающе, такая серая чёрная энергия. Приказывает ей Валентине отвечать, что она делает в пространстве Раисы. Я вижу, она делает какой-то ритуал, она берёт вот так, как то ли две спичечки, какие-то две такие полосочки, наверное, спички. И она делает какое-то, как заклинание читает, она вот так этими пальцами держит, вот этим пальцами, вот этим, такие две спичечки, да, это спички. Она вот так их держит, ну, как бы придавила пальцами и шепчет какой-то заговор. И в эфирном плане эти две полосочки вот так вот скручиваются, точно так же, как у Раисы руки. Я считываю, и оно считывается, что направление, то есть задала направление обеим рукам. То есть она вторглась в пространство энергетическое Раисы и способствовала перенаправлению её энергетических потоков по её энергии. Я вижу, что у неё, у этой Валентины над головой, вот такой вот чёрный вихрь. Я слышу, что передала карму, болезни. Отделила Раису от лона жизни. А что вот этот вихрь обозначает, который над головой у Раисы? У Раисы? Да. Над головой Раисы вихрь, вот этот ураганчик. Что он обозначает? Это тот дух, которым управляет Валентина. Он идёт вот возле неё. Выходит из нижнего портала. И там такие энергии, как будто бы вот такая лапа скребёт. То есть это пространство, оно как бы имеет свои границы. Оно выглядит, ну, представь себе, как будто бы инъекция такая. И оно вот так заходит, и так зашло в пространство. И со всех сторон, как бы уже пространство, оно считывается. Вот Валентина, я смотрю, мне просто идёт, язык поворачивается. Валентина, Валентина. То есть это её энергия, потому что она как бы считается, как говорит, что победила её. Хорошо, спроси у Раисы, видит ли она, что это Валентина, вторглаз в её пространство, воздействовала на неё. Она говорит, что видит, и говорит, я крестилась, и показывает это знамение креста, такая чёрная энергия. И она, когда это делает, то появляется, я слышу, скрещение рук. Когда она крестится в этот момент, то у неё в эфирном плане как будто бы локти вот так отламываются. И начинают почернели все руки. И я слышу, дала добро, то есть контракт. Контракт, я слышу, на разрушение души. Она подписывает контракт, как будто бы в церкви. Кто? Ещё стороны контракта, приказы проявиться. По старшинству. За стекло. Не мешали. В секторе интерферентов стоит какое-то существо, то есть энергия выглядит как, считывается деревянный болван. Выглядит как будто бы человек с такого полена, сделан с такого дерева, которое потрухло, такой вот... Гнилое. Обрывками гнилое, да. Это программа, я слышу, сейчас считаю. Что это за программа? Кого я суть? Подчинение власти демиурга. То есть это программа власти подчинения демиурга. И вижу, как в этой программе, вот карма, как будто этот человек считывается, Валентина. У неё на правой ноге такой огромный гиря, такая большая. И она берёт эту гирю, и в этот момент как стукнет по голове. А кто такая Евгения? В аспектах не было Евгения. Сейчас я посмотрю. Уже второй раз прозвучало Евгения. Что это за Евгений? Приказывай проявить согласно физической ДНК. Это какая-то душа, она находится в этом эгрегоре, и имеет претензии к этой Валентине. Говорит, что Валентина её утопила. Она находится в этом эгрегоре. Я ей передаю, что она свободная душа, и она может освободиться и отдать карму этой. Валентина? Этим интерферентом? Это какая-то женщина, это дух бесплотный. И я вижу, что... Сейчас я спрошу, где она вообще-то обитает, где она находится. Она находится в пространстве Раисы тоже. Я вижу, что она пробралась в пространство Раисы. По этому каналу, где правый... Где большой палец, правой ноги вот так вниз идёт. И она вот по этим... Она вот выходит время от времени с нижнего портала. Вот она так выходит туда-сюда. Она выходит и по голове так стук-стук-стук стучит чем-то. И говорит, что она проклинает. Она проклинает, говорит, Раису. А я спрашиваю, почему она Раису проклинает? Она говорит, потому что она не может выйти. Но показывает именно большим пальцем ноги. И показывает... Вот так как-то лежит, а ногой пальцем большим. Вот так показывает на эту Валентину. И снова говорит, она меня утопила. Это получается, карма за утопление. Это Валентина перебросила на Раису? Да. И это как раз причина этих скачков давления. Она её буквально бьёт по голове. То есть она выходит как бесплотной. Она выходит. И вот я вижу даже на физике. Пьёт чай. Раиса пьёт чай на кухне. Она себе раз и вышла по этому порталу. Поэтому во время крещения открылся этот портал. Она как бы... Раиса подчинилась и открыла портал этот свой. И это выходит. И она ругается. Она очень злая. Она проклинает буквально. Хорошо. Но это Евгений, значит, проникла в пространство Раиса из-за этого контракта к крещению. Она просто во время крещения проникла. Потому что Раиса как бы подчинилась вот этому ритуалу посвящения, инициации. И она осознанно была. А там этих духов полным-полно. Одни сидят на лавочке этих бесплотных. Другие летают там. Ну, вообще, они как будто бы закрыты вот в этой церкви, как будто бы закрыты в такой, как в коробке. Я такого ещё чуда не видела. И они там летают все. Одна сидит, одна нога за ногу, другие там летают, кто-то прячется из-за колонны выглядывает. То есть их там много. Шабаш, в общем. И они не могут выйти. Они вообще не могут выйти за пределы этого купола. Но это связано и с священником. Он проводит какие-то ритуалы. Я слышу обряды. Вот это ещё хорошо. Хочу посмотреть. Вот эта программа Полина является подчинением власти Демиурга. Кто такой Демиург? Вот этот приказывает Демиургу проявить, согласно его эфирным ДНК, в его пространстве, согласно его эфирным ДНК, за стеклосотражателем. Он вот так вот показывает, как ветер какой-то. И говорит, что он хозяин власти на земле. И очень злой, говорит, я всех уничтожу. А все мне подчиняться. Ну ладно. Приказываем ему замолчать. Посмотри, Виктория, есть ли у этого Демиурга частицы души Раисы? Он говорит, она крестилась мне. И показывает, как она вот это делает, это символ или как это ритуал крещения. Вот как руку подняла от лба к поясу, я слышу, так у неё вот эта рука как бы и почернела. И вот так как бы стала управляемой этим Демиургом. Так, частицы души у этого Демиурга есть, Раисы? Да, я вижу там такой кружочек с такими какими-то отделениями, как циферблат. И говорит, она меня вызывала. И так раз прячется за спину. У него хвост. А он вот так под хвостом, как будто бы у него там, где хвост, под хвостом, находится вот эта тарелочка. И я вижу там эта ситуация, дети смеются, гомонят. А он говорит, она меня вызывала. Говорит, она хочет меня видеть. Говорит, что я отнял у неё руку и показывает, говорит, палец, и большой палец. Говорит, что она мне принадлежит. Он берёт эту руку почерневшую и палец, и что-то пишет, будто бы каким-то резаком вот так вырезает. Пишет Демиург. Властелин над душой. Раисы. Вот так, просто этим скрепком, так, наскреп, пошкрябал. Хорошо, Виктория. Давай вернёмся к контракту, который Раиса заключила в этой церкви, связанной с крещением. Посмотрим, на что согласилась Раиса. Она говорит с этой Валентиной, через Валентину этот контракт подписан, и она говорит, что я возьму твои проклятия, и имеется в виду вот эти руки. Эту магию, которую она сделала, это Валентина. Вот, говорит и твою душу. Эта душа, это вот эта женщина, Евгения. А это Евгения сейчас, ну, это разборки уже с этой Валентины. Она к этой Валентине привязана, именно вот у Валентины, то же самое, большой палец, как будто бы вот так вот отломан. И тут такой портал, и через этот палец точно так же, это бесплодная душа привязана к ней. А Валентина говорит, что она её уговаривала уйти, но та не хочет. И поэтому эта Валентина сделала этот ритуал переброса кармы. Но ей нужно было, чтобы она не могла пробиться к энергосфере Раисы, ей нужно было, я слышу, покорить, вот так как будто бы голову опустить. То есть, подчинить, вот я слышу, покорить, подчинить, подчинить демиургу для того, потому что она же работает с силой демиурга. Поэтому она хотела, чтобы покрестилась. Да, чтобы она покрестилась, чтобы, Евгения, видишь, вот эта энергия. Раиса, чтобы она подключилась, чтобы она смогла, как бы, запустить своего духа уже по этому порталу. То есть, никакая магия не действует, если у человека нет собственных контрактов. Если он не магичит, если в нём нет магии. Она готовила, это подготовка была такая. Противо Раисы, видит ли она этот контракт, что произошло в церкви с этой, что она заключила, на что она согласилась? Я вижу, что у... Вот эта энергия Валентины просто внутри у Евгении. Не у Евгении. У Раисы. То есть, Раиса как бы выбрала внутрь энергию и одной, и другой. Вот, они просто вот так перебивают мне своими именами, потому что я их энергию иссчитываю. Так, ну хорошо, это рационально Раиса отменяет эти походы в церковь. Хочет раз... Дожди, подожди, не спеши, не спеши. Спроси меня, что я вижу. Я вижу, что что-то происходит. Я вижу, как Раиса берет вот эти палочки, которые вот колдовала эта Валентина, и она так берет и рассматривает их. Говорит, да ты, сука, мне руки завязала. И смотрит и видит, как у нее на руках вот эти как чулки, а это энергии вот этой Евгении. То есть, она таким образом передала вот эту Евгению, с которой она кармически завязана, потому что она как-то утопила эту Евгению. И она карму за это убийство передала ей. Ну, может, это в прошлом облачении, а может быть, это в переносном значении. Да, мало ли там, может, тоже перебросы, перебросы эти кармы. Это их дело, да. Хорошо, что хочет Раиса сделать? Раиса берет какой-то подсвечник. Подсвечник, он у нее вот здесь, где принятие решения находится. Берет такой подсвечник, и с этой свечой я слышу гаснуть. Это смысл этого ритуала. Мне сразу все идет, все понятно. То есть, в человеке столько энергии, в его божественной части, что он может жить вечно. Он не может умереть, если сам не захочет. А чтобы человек болел и умирал, то нужно как бы открыть портал. Человек должен согласиться, отдавать свою энергию. Вот. И именно смысл этого колдовства было, я слышу, гасать. Вот как свеча, гаснет. Вот так же эта Валентина сделала этот ритуал у Гасани. И передачу этой Евгении. Давай я замораживаю, мы сначала эту Евгению отпустим. Хорошо, давай поговорим с этим, Евгений, передадим ей. Она говорит, что это Евгения, показывает, что у нее есть этот, как мужской член. И говорит, что сначала она была мужчиной. И у нее претензии к этой Валентине. Потом говорит, что она сделала меня женщиной. Женщиной утопила. Я говорю, что она божественная душа. Видит ли, она это осознает? А она говорит, я бесплотный дух. И она показывает, что она вот так, как ангел, хочет взлететь. Но вот там, где палец большой, она привязана к этой Валентине. А там этот дух такой, ага-ха-ха, ржет. Я ей передаю, что это всего лишь программа иллюзии. Что это она сама, вероятнее, была завязана в этих программах. Но она, если хочет, она может от всего отказаться, выйти в самые высокие пространства. Потому что только ее воля имеет значение. Я говорю, что сейчас Евгений посчитает до трех. Она пусть выбирает сейчас место, куда она хочет уйти. А она говорит, а к тебе я хочу. Я говорю, нет, к нам, к живым людям нельзя, запрещено. И она быстренько ушла в нижний портал. Короче, не получается ее освободить. Ну пусть обратно возвращается тогда к этой Валентине. Пусть они между собой уже решают ее кармические задачи. Я ей просто передаю, значит, информацию. Она пусть что хочет, то и делает. Ладно. Хорошо. Значит, три. Пусть Раиса выталкивает эту Евгению из ее пространства. Значит, три. Да? Да. Это произойдет. Один. Два. Три. Я вижу, как Раиса с нее сползает вот эта штуковина из головы. И это как рука, она считывается цепок. Знаешь, как будто бы на такой петельке. Рука как не служит сама себе. Этот имплант уходит. И это крещение. И я вижу там сбоку кто-то стоит. Я передаю. Гипноз какой-то. Вижу, как она посмотрела. Это Евгения стояла. Она стояла во время крещения. Это Евгения рядышком стояла. Я передаю Раисе, чтобы она сейчас отменила этот вообще поход в церковь. Отменила свое крещение. И крещение этих других людей. И приказывала этой Валентине убирать все ее магию. И она вот так, как я вижу, струшивает. И вот ее эта магия, как закрученные такие полосочки. Они раскручиваются. И я вижу так. Это все образовалось у нее на руках. У этой Валентины. И вот такие, как чулки на руках. И так связали руки вместе. И так ноги вместе связали. И пошли вниз. Я передаю Раисе, что это ее личное пространство. Пусть она приказывает этой ведьме забирать к ней же все ее энергии. Раздействие, ее энергии, карму, переброшенную эти энергии Евгении. Пусть это Валентина забирает ее руками. Да, она это делает и поднимается вверх. Верхнее пространство поднялось. И так села. Ну, я вижу Раису. Ну, это редко я так вижу. Ну, прямо как человека, вот как она есть сейчас. И вот она поднялась вверх. И так себе села. А у нее на правой ноге такая огромная гиря такая. Я спрашиваю, что это такое. А она говорит, что я вызывала Демиурга. Говорит, я контактила с ним. Я вижу эта тарелочка, что у него под хвостом там. И в секторе магии она сама у себя находится. И я вижу, как она вытягивает из сектора магии. Вот так, как будто бы, знаешь, как есть такой сыр. Ты его тянешь. Ну, на пиццу, например. И вот она, такие энергии белые, желтоватые тянет. Усчитывается проклятие рода. И она вытягивает это все и складывает эти энергии. И они так складываются в эту кулю. По-украински куля. Это шар вот этот, кармический шар вот этот черный. И она это все так складывает, складывает такими пластами. Вот складывает. Говорит, что она складывает. Я спросила, что она делает. Она говорит, что она свои заболевания складывает. А я спросила ее, зачем ей это нужно. Она говорит, напоминание. То есть, как работает психосоматика, видишь? Напоминание. Вот человек захочет избавиться от болезни когда-нибудь. И вспомнит, чем он занимался. Какие энергии в результате этих решений пришли. Сейчас зайдем в тот момент, когда она впервые. Давай посмотрим, когда она впервые подключилась к этому демиоргу. Очень как-то странно, но появляется как будто бы вот это какая-то бесплодная. Она вот так вверх ногами была. И она потом раз вот так встала. Это вот эта Евгения? Евгения. Она, вот эта Валентина, она ей кузина считывается. Да. И я вижу, как эта кузина... Она как будто бы вверх ногами бесплотная где-то была там, привязана в этом магическом секторе. И вдруг она встала. То есть я вижу, что когда она пришла, то эти программы ее притянули. То есть вот это вызывание духов как раз и притянуло эту Евгению. А в том моменте, таким образом, она проникла в прошлое. И она проникла в тот момент, когда Раиса вызывала духа. И я вижу, что во время вызывания духа у Раисы прорастает подключика, вот как хвост. Поэтому и говорят, что у ведьм хвост. Потому что у них вот эта подключка. И я вижу, как вся энергетическая система, весь энергетический ствол, как эта энергия черная проникает и образуется, я слышу, ствол. И над головой, где седьмая чакра, она имеет такую форму бублика. И эта энергия вот так заполняет эту пустоту. Потому что ее энергия, божественная связь, седьмая чакра, это связь с космосом, с первотворцом, ее связь перенаправилась в сектор интерферентов. И ее энергия ушла в этот момент. Ее божественная часть ушла туда. А вот этот дух замедлил ее, я слышу, воздушное пространство. То есть ее вот эти параллельные измерения эфирные. Хорошо. Спроси у Раисы, видит ли она, что произошло, когда она вызывала это демиорга, последствия этих вызываний. Она говорит, что она видит. Я вижу, она вот так берет этот портал из-под хвоста. Вот и самой язык сам говорит. И вот так поставила его где тарелочка. Тарелочка вот так кружится сама по себе. Вот. И именно эта тарелочка, вот она как бы символизирует вот эту седьмую чакру. И я передаю Раисе, что она решает во всех ее воплощениях, временах, все ее взаимодействия с антимером удалить, отменяет свои решения. И оно так крутится сильно. То есть все так как крутится, все крутится. Энергии вот так все крутится, крутится. И я вижу, как эта тарелочка переворачивается. А Раиса это все топчет ногами и закрывает этот портал, который у нее с правой стороны. И все так как-то резко все исчезло. Я ей передаю, чтобы она отменила все ее решения вызывать духа или подчиняться каким-то ритуалам. Все те решения, когда она не доверяла себе, доверяла каким-то другим людям, сущностям, программам. Я вижу, что она вот так делает, как знаешь, мастер, мастерком залатывает какие-то там дырки. Она шпаклюет там, да. Я ей передаю, чтобы она полностью закрыла все порталы, приказывала всем интерферентам убирать их воздействие от нее. И чтобы она поднималась сверху, я и зачитываю, что она хочет расторгнуть ее первичный контракт. То есть она покажет этот контракт, когда он был заключен. Оно звучит вот так, что я слышу. Оно связано с вызыванием духов. Также вот эти программы говорят, что она не помнит. Я вижу, как эти энергии как будто бы замаскировали. Я для этого и спрашивала ее, как это было. Чтобы она вспомнила, чтобы можно было открыть эту сферу памяти, чтобы найти этот контракт. Я вижу, что ее глобальный контракт связан именно с вызыванием духа. Все закрыто. Так, сейчас я запрещаю все. Снимаю все запреты на снятие магии, колдовства. Приказуем убрать им иллюзии. Раиса показывает, что у нее на пальцах, на всех пальцах левой и правой руки, как будто бы наперстки такие. Вот так сюда аж такие. И каждому наперстку идут порталы. Я смотрю, что это вот символизирует, что вот один раз она как бы покрутила эту тарелочку в один палец, другой раз, другой палец. Так и считывается вызывание духа, вызывание демиурга. Раиса, ее рационально хочет отменить каждый этот случай вызывания духов. Пусть она изменит каждый ее случай вызывания духа, согласно ее рациональному решению. Ее рациональное я отказывается от вызывания духов в каждом событии ее жизни. То есть она это сделает. Ну, не спеши. Ты же спроси меня, что я вижу. Я вижу, что все заморозилось и все застыло, и она вся застыла. И она все, вы так, знаешь, как вот так заморозилось. Вот эта вся черная энергия, вот так раз и заморозилось. И она пошла вот так, открытый этот портал от левой ноги, пошла вот так и до правой руки. И все ее заморозил. И она стоит, не двигается даже. Я ее спрашиваю, что случилось. Она говорит, что она впала в ступор. Я ее спрашиваю, почему она говорит, что она перенаправила свою жизнь в другое направление. Говорится, направление смерти. То есть она в этом моменте как впала в ступор от ужаса, что она сделала. И все. И она в этом ступоре как бы замерзла. Я ей показываю, то я говорю, а где эти блоки у нее? И она вот так вот показывает руками на ноги. А у нее ноги такие, как две колоды, такие черные. И показывает пальцы. То есть ее... Она как будто бы вся ее энергетическая сфера попала в такой капкан. Каждому пальцу. То есть все эти меридианы закрыты. Вся ее энергия вот так просто утекает. То есть ноги, с рук, с ног. То есть вся... Вот заключена эта энергия в такой капкан. Я ей передаю информацию. Вот показываю ей ее аспекты. И снова... А она теперь идет. То есть уже не от программ, а от нее идет, что она ничего не помнит. Я спрашиваю, кто сказал? А я слышу глубинное сознание. Я пошла по нему, так пошла. Такой как бы такой портальчик открылся. Я пошла по нему. Это энергетическая такая полосочка. И заходим, заходим туда. Я вижу, что это такая красивого цвета, голубого энергия. Какая-то странная такая, знаешь, жутковатая, но красивая. Из сектора магии тянется в сектор интерферентов. Так, а в секторе магии... Я вижу там такая дверь, которая как будто бы на шарнирах. И вот так закрывается и открывается, и хлопает, как будто бы там ветер уводит. Кто это в секторе магии приказывает проявить согласно физическому ДНК? Выходит вот эта сущность, вот этот, который Демиург. И говорит, она меня вызывала. И показывает, что у него под хвостом вот это событие, где она вызывала этих духов. И говорит, она ничего не вспомнит. И берет вот так, как будто бы в песок закапывает. То есть в общем пространстве оно как будто бы стерто, закрыто. А в внутреннем пространстве все вот это как черный туман. Я ей передаю, что она чувствовала. Пусть она вспомнит, что она чувствовала. А я вижу, что это притянулось на детский блок. Она плачет и говорит, он меня забыл. То есть я вижу, что это притянулось на детскую травму. Это вызывание духов. То есть она уже тогда потерянный ориентир у нее был. И на это оно притянулось. И она говорит, что мы с детками игрались ради забавы. В этой ситуации, когда он меня забыл, она посчитала. Это находится как бы в секторе интерферентов. Ее энергия как такая черная капля. Капсула. И в этой капсуле находится эта маленькая девочка. Я ей передаю, что она уже большая. А вся эта капсула, которая вот такая черная, блестящая, это всего и лишь иллюзии. Пусть она посмотрит поближе и увидит, что она растворяется, что она сейчас своим сознанием может растворить, что ей сейчас мама не нужна, что она сама о себе может позаботиться и утешить себя и пожалеть себя и все, обеспечивать себя. Я говорю, чтобы она просто могла, она может отказаться от этих программ негативных. Ну, отпустить все эти обиды. Ее отец, первый источник жизни. Ждите, что она как будто бы снимает черные сапожки и бегает по кругу. Девочка бегает по кругу. Я ей передаю, чтобы она остановилась и посмотрела на свет первотворца, что ее мама тоже божественная душа, ее папа божественная душа. Она сейчас может принять их божественную душу, но отказаться перенимать эти их негативные программы. Это их жизнь, это их условия, и она не виновата, и вообще никто не виноват. Я вижу ту ситуацию, вот, ну, она стоит снова возле этой тарелочки, и вот так как-то ее переворачивает. И когда она ее перевернула, то увидела этот черный портал, который ведет прямо под хвост этому демиургу. И она говорит, что она распознала его. И вот это крещение тоже притянулось на вызывание этого демиурга. Я ей говорю, а видит ли она, что отвечал и не Пушкин, и не Ломоносов, и не Наполеон. Наполеон. А отвечал ей этот демиург, что он ей все врал. И я вижу, она вот и зашла туда, под хвост этому демиургу, и своей рукой правой. И тянется... Знаешь, как дети, какая-то игра была, что за руки берутся друг друга. И так она тянет, как будто бы одна она держится за вторую за руку, и она так тянет с этих... А я слышу множественные контракты. Тянет эти все из всех этих ситуаций, посадила их всех. Я ей говорю, что она может передать в каждой из ситуаций, когда она вызывала духов, эти инструкции, изобрать ее божественной души, потому что никто не имеет права управлять ее решениями. Я вижу, как эта какашка у этого демиурга, которую он сделал, там на тарелочке она перекочевала в сектор магии и потом обратно вернулась туда же. Я ей передаю, чтобы она эти все какашки этому демиургу отдавала и всю карму за его ложь. И я вижу, как она снимает, как будто бы портрет. Но там они и Ломоносова тоже вызывали, потому что вот я вижу этого Ломоносова, он звучит так, чтобы она этого Ломоносова и этого Пушкина и этого Наполеона, вот эти все портреты она снимает. То есть она видит, что с кем она разговаривала на самом деле, кто крутил это колесо. И когда она это делает, то я вижу, что как будто бы часовой механизм вот так. Рушится, ломается все. Я ей передаю, что она сейчас может отказаться принимать эти все импланты. Пусть она освободит. О, упал этот шар черный с правой ноги. Гиря это падает. Я передаю, что она божественная душа и она реальная. А все эти энергии это ложь, фикция, их нет. Это только пусть она их отпускает и пусть эти энергии идут к их творцам. А свое пространство пусть все чистит, очищает. Она все это делает, ее энергосфера становится такая большая. и вдруг появляется вот так с левой стороны такая, я слышу, печатная книга. Вот так выше колен чуть-чуть, как-то вот так. Что это за книга? Она, там звучит, что это контракт с Люцифером. Когда это она заключила этот контракт? Где это событие? Я вижу девушку, которая вот так сидит как-то. Кроме Лена? Вот так он сидит. Как будто бы в платочке каком-то. коса у нее такая, длинная. В таком каком-то то ли платье, то ли сарафан, что-то вот такое длинное. Красноватого цвета сарафан. Вот так вот и такие шлейки. И такая считывается рубаха под низом. И платочек такой. Вот так. под бородой завязан. Я сейчас ее спрошу, куда это она так смотрит. А она смотрит там такое зеркальце, вот такое овальное. И говорит, что она ждет своего, оно звучит суженного и демиурга одновременно. Потому что в эфирном пространстве мы можем себе думать все, что думаем, а есть так, как оно есть на всех уровнях информационных. Она говорит, что она ждет своего демиурга. так, что произошло во время этого ритуала, с кем она заключает контракт? Я вижу, что она придет, у нее такой станок, который вот так ходит, шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. и она вдруг отбегает от этого станка, прибегает, смотрит в зеркало, там идет издалека из такого портала, как человечек такой, а это демиург с хвостом идет, и под хвостом у него эта тарелочка. Вот этот демиург, он у него такие, как куриные лапы желтые. Он как большая курица, но считывается как этот, ну, какой-то рапт. Рептилы динозавры это курками были. Что-то генетическое разновидность, я думаю. Вот, и он идет, она прихорашивается. Так, сейчас я спрошу, что это она делает? Она говорит, что она говорит свою судьбу. Я спросила, как ее зовут, она говорит Варвара. Варя, говорит Варвара, а потом говорит Варя. Я спрашиваю, а как она ткнет свою судьбу? И я вижу, что она делает ритуал. Она берет какая-то свеча черная, стоит вот этот свечник такой черный, и как будто по две куколки. Она перед зеркалом, и она берет эти две куколки, и как-то так, как будто бы эти куколки целуются. Я вижу, что такая ниточка, как будто бы энергия обвивает. Она делает ритуал. Я слышу приглашение в суде у Демиурга. Спросив его рожьем. прошлое воплощение. Спросив нее зачем ей в ее судьбе этот Демиург нужен? Она говорит, что она хочет выйти замуж суженного. Она говорит, что она ищет суженного. А я говорю, хочет ли она в той ситуации встретить свою родственную душу, а не того суженного, кто ей этим Демиургом присужден. Она говорит, смотрит туда-сюда, так смотрит и показывает, что у нее такой хвост длинный. Это подключка по позвоночнику и вот это как тарелка над головой. Вот этот бублик черный. И говорит, вот так, я вызывала Демиурга. Она делает какой-то ритуал. Я говорю, вызывала ли она его по имени? Она знала, кого вызывала? Она говорит, что знала. И показывает такая печь, горит огонь там. И такая петелька черная, вот так, как восьмерочки. И такая, как морской узел посредине. И опять говорит, что вызывала сужена Вадиме Урга. Хорошо, Экторе, давай спросим у Раисы, на каких условиях, что это за контракт, на что она согласилась. Ну, я вижу, что у нее как будто на пороге, звучит так, на пороге, но это в секторе магии появляется, как бравый молодец, какой-то кусар, или что-то такое, с какой-то такой шпагой, то ли это действительно, то ли это символ идет, усы такие черные демонические подкручивает, и говорит, я нашелся. Угу. Но девица замуж хочет, знаешь. Я так. Что Раиса отдала в этом ритуале за этого молодца? Я вижу, что в эфирном плане, там вот внизу, она отдает такую девушку, кофея с крылышками и с такой фатой, и она говорит, что закладывает фундамент будущего семейства. Я вижу, что вот это, что ее отца убили, это все, это как раз и следствие, это карма. Угу. То есть из предыдущего этого воплощения. Спроси у нее, видит ли она последствия эти ее вызова вот этого демиурга, что, какие последствия? Она видит, и я вижу, как у нее из глазниц эти черные глаза, чужие, да, выпадают в такие шарики и тянутся на таких как резиночках. Она начинает это видеть, что этого привлекли, это событие в ее жизнь, ее программы, ее убеждения, а не ее божественная душа. Я и говорю, что она сейчас может отделить свою божественную истинную сущность от этих негативных убеждений, программ, это не ее, это чужое, не существующее. Я ей передаю, что она хватает вот это зеркало и разбивает его, и вот этот подсвечник, это тот же подсвечник, который она в церкви как будто бы брала, то есть это одна цепочка всех событий. И она вот этот подсвечник с этой свечой тоже выбрасывает, и я вижу, что она смотрит, выхватывает из этого станка эту ткань, которую она соткала этот ковер, и так смотрит, и как будто бы его читает. Усчитывается этот ковер как судьба. И я передаю ей, что она вот эту черную ниточку, которая там потянулась, может просто отрезать, отменить ее этот ритуал. Я вижу, как она зубами его отгрызает, и он отваливается. И отваливается, и я вижу, как этот коврик, он становится такой, как сияющий. Я передаю, чтобы она весь ее род, все ее родовое древо, все ее личное, все ее личное пространство и общее почистило от всех этих энергий, расторгла этот контракт. Я вижу, она снимает этот платок, а вот этот платок красный, видишь, символизирует магию. И в этот момент у нее снимаются вот эти как наперстки с пальцем. передаю. Да, чтобы она очистила всю ее энергосферу от всех этих притязаний и сразу стало так спокойно. И она так поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы набрала все чипы, импланты, и она поднимается просто вверх, а она само собой так вот просто сползает с нее и уходит. Чтобы она очистила все ее энергетическую систему, расторгла все контракты, приказывала этим всем интерферентам убирать все этому демиургу. Я вижу, как через хвост это ее энергия, вот эта тарелочка, вот это все идет в то событие, где она была ребенком, вызывала тарелочки, она все разбивается, эта тарелочка. я передаю Раисе, чтобы она очистила все ее личное живое пространство, присутствие всех чужеродных энергий, чипов, имплантов, программ, всех негативных убеждений, чтобы она вернула целостность и гармонию ее божественной души, потому что это все не имеет значения, по большому счету, каждая живая душа имеет право на ошибки и на исправление, но никто не имеет права это все использовать и манипулировать этим. Пусть она рассоргает все эти мнимые ее все контракты эти события. Пусть все ложь вот это отделяет, приказывает этому демюрку и тем магам, колдунам забирать ихнюю ложь, выбирать программирование их, не вот эту идеологию очищает себя от всех этих иллюзий. Я вижу как с ее пространства вот это как будто бы градусник такой, который показывает температуру, у нее это как давление, вот туда-сюда, туда-сюда, она уходит и она как бы это скакание давления давления как раз и показывает борьбу, внутреннюю борьбу в рамках этой психосоматики, да, то есть этот претензии антимира выскакивают, подсознание подавляет и начинается вот это все. я передаю чтобы ее божественная душа восстановила иконы равновесия, здоровья, благополучия, и я вижу как это ну вот это вот опять Варвара прошлое воплощение это Варвара очищается, да, вижу как она снимает эти импланты с пальцев и эта книга, которая в пространстве Раисы она уходит, я передаю Раисе, чтобы она очистила все пространство, стерла со всех информационных полей, этого ничего уже не было, да, она уходит, то есть стерлась отлично, хорошо, хорошо, очищаем пространство, все замороженные ситуации отправляем на аннигеляцию, поднимаемся вверх, да, так, Раиса говорила, что переживает за ее дом, где эти переживания ее пространстве находятся эти блоки и энергии, остались ли они у нее? Ну, не надо переживать, нужно просто сфокусироваться на том желании, ну, что ты хочешь и идти к этому, да, ну, обычно, если инвестируют кто-то и покупает, они покупают с, это нужно уточнить, да, то есть это не работа на, это работа на физике, то есть она должна уточнить, продают с ней эту квартиру, потому что она снимает квартиру и ей должны предложить первой купить эту квартиру, то есть это решение, ну, на уровне физики, физическим умом это делается, потому что переживание это не решение, человек может думать, переживать, он пока ничего не сделал, то ничего не происходит, ну, ничего не происходит, после того, когда он сделал уже, то это уже как завершение, а до этого он имеет право как бы и возможность думать, передумать, сделать вот так, сделать так, ну, это как бы идет такая торговля, и она страдает, потому что она ничего не решила, как только решит что-то, страдания уйдут. Хорошо, Виктория, посмотри сейчас, как Раиса выглядит. Я вижу, что у нее есть, она выглядит как ангел, но она мне показывает, что такая энергия к крыльям идет. и снова мне вот это, это такая полоса, и снова, что она не помнит, то есть она чего-то как бы скрывает сама от себя. Вероятно, там какой-то еще главный контракт, потому что там в этих энергиях я вижу, она как будто бы утоплена, она как будто бы лежит, я ее вижу сквозь воду, и слышу Раисы. Спроси у нее у этой утопленной части души, или вот этой энергии, что, каким образом она там? Это на физике было. Я вижу, я вижу речка, и сверху такой тоненький, тоненький лед. и это как будто зима, поздняя осень, и светит луна, вот четко вижу лунный свет, луна, ночь. Что с ней произошло? она говорит, она меня утопила, о ком это говорит. Так, кто это ее утопил, приказы, ее утопила, ее утопила, женщина. А, кто это, женщина, приказы и проявить согласное физическое ДНК? Она звучит как Валентина. Вот это, которая была. И у нее над головой у этой Валентины как будто то же самое, только такой, знаешь, как будто бы из Медузы. Вот такой ствол сзади, и над головой, где седьмая чакра, такой бублик. Ну, прям какая-то маньячка. Она утопила эту бесплодную и утопила. Это прошлое воплощение какое-то было, да? Да, это физика на сто процентов, да, потому что я вижу физические параметры, и я вижу, как она смотрит, ее душа находится вот там, как будто бы в этом теле она не вышла, и она смотрит, глаза открыты, и она сквозь этот лед смотрит, вот так сбоку светит луна, это идет, считывается Валентина. Приказывает и Валентина отвечать, зачем это она и утопила Раиса. Она считывается как маньячка, уже несколько раз я услышала, и мне идет, что она 11 человек утопила. Да уж. Так, ну хорошо, по отношению к Раисе приказывает, отвечает, зачем ей это было нужно. Я вижу, сейчас я вернусь назад, что предшествовало этому, и я вижу, что это молодая женщина, она выглядит какой-то у нее темный, какая-то штука здесь на голове, вот так вот идет, платье такое темное, такой какой-то узорчик, как будто бы растительный орнамент такой, такое богатое платье, и она пришла к этой Валентине, а это Валентина сплошная программа, и эта девушка имени не слышу, дает руки. Это Валентина берет и как-то как скальпель, таким, как скальпель хирургический, на руке проводит такую черную полосочку, и слышу, окорачивает жизнь, и в этот момент и буквально по-моему Варя прозвучала, Варя. Скорее всего то же самое, да? Воплощение. это же самое воплощение, да. Варя слышу, и она у нее как будто бы дух в нее вселился, она как с ума сошла, то есть ей плохо стало, этот дух как бы в нее вселился, и она побежала, она побежала, я вижу, она рыдает, у нее, ну, как бы стресс жуткий, и она вот так идет, бредет по этой реке и смотрит вот так на эту руку, а у нее такая вот эта черная полоса, с нее такая черная энергия капает, капает, и она, это, это черная энергия заставляет ее плыть через эту реку, и она тонет, она тонет, ее принесло вот к этому бережку, и затягивает какая-то вот эта мгла такой, как будто бы над речкой, и затягивает тоненьким льдом, и она лежит вот так возле берега, и смотрит вверх, да, Варя, это она. Что произошло с ее душой, когда она там умерла? Я вижу, что у нее душа как будто бы уходит не вверх, как обычно, а через палец правой ноги, вот как-то идет правая, ну вот этот большой палец, он как будто бы так как-то разбухает, что-то происходит, и душа отделяется вверх, частицы души вот так поднимается вверх, и не может найти как бы путь, она начинает вот так искать, и не может найти путь, а другая частица, вот, она путь ищет, ну как бы путь к первоисточнику, но не может найти, ну она как бы там закрыта, и она возвращается, идет вот как бы вниз, куда ее ведет вот этот портал, и там контракт, она как будто бы садится, и ей шьют, я слышу, уголовное дело, приходит такой, какой-то, он звучит как генерал, какая-то сущность, ну прям телоид с хвостом, и говорит, что она виновата своей смерти, и показывает я слышу из прошлого, я вижу, как он в эти картинки вставляет, вставляет, то есть он навешивает ей карму, иллюзии, да, он ей навешивает карму, он ей как бы показывает, он ей показывает то событие, которое только что произошло, и тут же как будто бы такой проем есть, знаешь, куда вот эти картинки вставляются, и он сзади, вот так, чих-чих-чих-чих-чих-чих, целый, много-много-много-много-много таких этих как бы картинок считывается, тубляж, снова я слышу дубляж, то есть дубликаты вот эти. Эта картинка является связана с Раисой, или это он сейчас я посмотрю откуда он их взял, он, нет, он берет их как бы оборачивается, и я, ну это ее, он берет из-под хвоста, он ей инкриминирует, вот вызывание духа вот этого, вот я вижу он из-под хвоста достает вот этого суженного, но кроме этого он берет откуда-то вот отсюда с его пространства, как бы да, это как бы его, это как шерсть такая, это его карма, а он ей навешивает эту карму, и получается в ее пространстве образуется вот этот градусник, туда-сюда, туда-сюда, я слышу, Блад, ну, кровь, вот, так, так, с этим контрактом, на что согласилась Рейса в этом контракте с этим рептилоидом, который шьет это дело, я вижу, как он эти картинки черные демонстрирует, то я слышу очернить себя, очернить себя, я вижу, как у этой утопленницы, у этой девушки появляется такой кармический, но точно как огромная гиря. Спроси у Раисы, видит ли, что этот рептилоид ей подсовывает чужие эти картинки, что это, корма к ней никак не относится. Она говорит, а ну, 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 покажи. И берет эту самую первую и возвращается как бы мысленно назад к этой девушке, которая лежит, потом она перед этим плывет, перед этим она к этой ведьме идет, Валентина, вот она к ней идет, а перед этим она вызывала духа, вот этого деменка. И я передаю ей, что она вот вызывание, например, отменила, его нету. Она может сейчас отменить похождение к этой ведьме тоже и отменить свое утопление. Я говорю, видишь, как, и вдруг я вижу, как эта девушка как будто бы вот очнулась и так, пух, как вы, ну, просто как будто бы очень быстро выпрыгнула, да, то есть очнулась с нее аж брызги такие пошли. вот, она, это самое, я вижу, она сидит на бережку, выкручивает свое платье, снимает у нее и остается в такой белой рубашке. и я вижу, как она, это платье и этот платочек или кокошник, что-то вот такое на голове, она это оставила, а сама поднимается по ступенькам вверх. Я ей передаю, чтобы она с этой темницы вышла, вот, отменила все, и она опять, я вижу, как она с другого уровня, она отменяет это вызывание суженного, это все и с нее просто вот так спадают вот эти импланты и эти глаза окончательно уходят, чужие, я вижу, как эта полоса, которую она мне показывала, тоже уходит и она говорит, я помню, я вспомнила и поднимается, как жар птица такая, с крыльями летит и вот так как-то сделала, вот так, а потом раз крыльями и превратилась в такую красивую, красивую, я слышу, божественную душу, то есть вот это открылось ее божественное я, я ей передаю, чтобы она сейчас вернула все ее божественные частицы души со всех воплощений, со всех мест и отменила все контракты, любое подчинение злу, магии, насилию, смерти, отдала карму за коллаборантство, кто ее там вот коллаборировал, да, то есть соблазнял вот эти все магии, вот это все и эти демиурги пусть забирают карму, она пусть очищает свое древо, я вижу, она стоит, а в ее пространстве как будто бы такое огромное дерево, и она из дупла выковыривает вот это дупло на уровне печени, и она вот так вот это выковыривает, я передаю, чтобы она исцелила все ее личное пространство, пространство ее рода, отменила все эти проклятия родовые, отдала карму за насилие, потому что она божественная душа, и пусть вернется в то время, когда она была совершенная, здоровая, и вернет свою молодость, красоту, здоровье, совершенство и гармонию. И у нее появляется как будто бы имплант, который сам по себе уходит, как клюв металлический, который хватает сам, вот так как-то сам как будто бы отделился от нее, ухватил такую как пелену и утягивается, уходит, то есть в верхние эти слои информационные, я передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей все взаимодействия сантимиров, ничего не было, есть только ее реальная душа, здесь и сейчас, ее физическое сознание, и пусть она сейчас начнет ее жизнь прямо здесь и сейчас, начиная с ее вот сегодняшнего воплощенного разума, ее энергии и ее желанием жить полноценной, здоровой жизнью по конам живого всесвету. я вижу, как она как будто бы из ведра воды, из ведра вылила воду, говорит, взаимодействие сантимиров и показывает, хвастается мне руками, показывает, а у нее как будто бы такие перышки на руках, то есть она освободила свои руки, я передаю, чтобы она продемонстрировала свои ноги, пусть она полностью освободит свои ноги, все ее физические органы, системы, а также пусть излечится ее энергоинформационное пространство, наполняется ее внутренней силой, энергии жизни, гармонии, процветания. Она вот так крыльями берет у нее руки крылья и нас благодарить, вот так знаешь, рука, ее руки, а наши, наши руки вот так, крыльями, так интересно. Крыло к крылу, добро, хорошо, все, поднимаемся вверх, все вместе. Ну, еще раз посмотри, все ли в порядке. Она, все в порядке, она подходит к какому-то замку, говорит, что она потеряла ключи, а теперь нашла. Этот замок уходит, она поднимается так ввысь, ну, как обычно, я вижу вверх и в сектор первотворца, там, где вправо вверх, вот там, такое движение идет. Здорово, хорошо. Спроси у Рейса, все ли сделали мы для нее на этом сеансе? Да, она говорит сегодня, да. Хорошо, благодарим ее за работу, прощаемся с ней, отсоединяйся, Виктория, от всех и всего, поднимайся вверх, проверяй твое личное пространство, очищаем, наполняемся энергией, любви, жизни, гармонии, света. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где ты об разговариваешь и будешь себя чувствовать великолепно.